Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. С вами Михаил Сманцарев. Технологическая сказка. Оживающие игрушки. На уроках технологии ребята изготавливали изделия из различных материалов. Древесины, гипса, металлов и пластмасс. Лучшие изделия выставлялись на всеобщее обозрение, чтобы все могли посмотреть их, оценить качество исполнения, способ изготовления и материалы, из которых они изготовлены. Маленькие мастера при изготовлении изделий очень старались, так как учитель разрешал вам дарить свои поделки родным и близким. А издавна известно, что если мастер старается, то частичка его души остается в авторском изделии. Именно поэтому игрушки, изготовленные ребятами, могли слышать, о чем говорят посетители выставки. А ночью, когда люди покидали выставку, игрушки оживали и начинали обсуждать происходившее в течение дня. Возмущались тем, что многие посетители не знают, каким способом и из каких материалов они изготовлены. Чаще всего они критиковали пятиклассников. Собачка из фанеры рассказывала. Меня сначала нарисовали на бумаге, потом вырезали ножницами, чтобы получить шаблон, затем наложили на фанеру и обвели карандашом. После этого выпилили по контуру ручным лобзиком, обработали наждачной бумагой, нанесли на меня рисунок выжигательным прибором, соединили меня с подставкой и покрыли лаком, способом окунания. А один мальчик сказал, что это легкотня и делается очень быстро. Матрос из гипса возмущался, что кто-то предположил, что он отлит из цемента. Неужели непонятно, что я из гипса, ведь я такой беленький, а цемент серый и некрасивый. Король морских шахмат удивлялся, что пятиклассники не поняли, что все фигуры отлиты из двухкомпонентной пластмассы и подумали, что они вырезаны из дерева. А ловеным солдатикам не понравилось, что их называют железными, а не металлическими. Собачка из палисандра с подставкой из красного дерева удивлялась, что многие считают, что она изготовлена из простой сосны и пропитана морилкой под красное дерево. Латунный слоник возмущался, что его называют золотым. Правда, возмущался не очень сильно, понятно, что золотым будет совсем неплохо. Он с показным возмущением говорил, «Каждый должен знать, что латунь – это сплав меди, который имеет красный цвет, и цинка, который голубовато-белый. Поэтому сплав имеет золотистый цвет, за что латунь путают с золотом». Поэтому в народе латунь называют золотом для дураков, так как мошенники выдают латунные изделия за золотые, пытаясь и дурачить покупателей. Шкатулка из липы с вырезанной на крышке розой рассказывала, «Сегодня какая-то женщина сказала, что я очень низкого качества. Неужели она не понимает, что я изготовлена маленьким мальчиком, который очень хотел сделать подарок своей бабушке?» Машинки из красного дерева и березы с красивыми колесами, выточненными на токарном станке по дереву, говорили, что они всем нравятся. Они только посетовали на то, что посетители постоянно трогают их руками, поэтому они теряют свой блеск и становятся менее привлекательными. Но завтра поделки решили рассказать посетителям выставки о себе сами. Но наступило утро, и все игрушки превратились в неподвижные и снова могли только слышать. А следующей ночью, опять ожив, делиться новостями прошедшего дня и рассказывать о новых ошибках пятиклассников. Шли дни, недели и месяцы. Пятиклассники приобретали все новые знания и умения. И однажды ночью, в очередной раз ожив, игрушки вдруг поняли, что им больше не до что критиковать посетителей выставки. И у них появилась возможность пообщаться на темы, понятные только им, обитателям мира детских поделок, каждый житель которого является свидетелем роста мастерства мальчишек и их творческого подхода к делу, их мера увлечений и пристрастий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok